жопа глубокая жопа из тебя когда-то спросят или друзья или родители или там бабушка с дедушкой знаешь ли ты что такое жопа ты будешь знать как ответить на этот вопрос ты скажешь то что я знаю что такое жопа я однажды видел ее в ролике у эдисона вот что такое жопа извините за такие откровения именно вот эта ситуация которая сейчас происходит на ваших экранах мобильных устройств телевизоров компьютеров ноутбуков именно вот она называется глубочайшая любимая моя задница то есть вы мадмуазель хотите сказать то что спустя я не знаю даже сколько лет вы вернулись нашли как-то якобы своего сынишку вот мелкого да вы его нашли пришли и говорите то что вы его мама да именно так поздравляю мелкий твоя мама для счастья вам до любви в жизни хорошо там вам вы воспитываете детей там все давайте удачи я вас здесь так оставлю есть вам здесь нет мелкий ты не хочешь так подождите а как вас зовут-то расскажите пожалуйста всю историю вашей жизни как-то вас зовут а почему я должен верить то что вы мама мелкого мелкий а ты держи под прицелом этого чувака пока он вырублен как бы у нас еще с тобой много палов на этого бандита не зря мы его в предыдущей серии шандарахнули не зря сейчас он лежит в отключке мы выиграли немножко времени и сейчас у нас там есть плюс один плюс два дня до того как кто-то-то там завалит костью потому что как мы поняли это просто бандит который работает там на какую-то шишку сверху выясним кто это шишка вы мне скажете как вас зовут-то ядрить колотить а мама мелкого вы хотите сказать то что вас зовут мама мелкого То есть Мелкого зовут Мелкий, а вас зовут Мама Мелкого, да? А какая фамилия у Мелкого? Мелкий? А по отчеству как? Мелкович, да? То есть Мелкий-Мелкий-Мелкович, да? А вас Мама Мелкого, Мама Мелкого, Мамами Мелкого Да, когда вы реально Мелкого рожали и фантазия у вас просто на нуле была Это чем нужно думать, чтобы ребенка назвать Мелкий Хотя что я удивляюсь, если вас зовут Мама Мелкого В общем, у нас есть с вами несколько минут перед тем, как мы с Мелким отправимся выбивать информацию из этого главаря бандита, вы давайте начинайте рассказывать, потому что времени у нас нет. Я не могу понять, что вы вообще хотите, если вы вернулись спустя столько много времени, что вы хотите узнать от Мелкого. Ой, это длинная история. Произошло много интересного. Мелкий, давай ты там заостряй ушки, держи на прицеле бандита, а я буду выслушивать. И в ней много всяких нюансов. Ну, начинайте, так уж и быть, я должен выяснить, что за мать у моего приемного наследника, приемного сына. В общем, дело было так. У нас была обычная счастливая семья. Я, мама Мелкого, Мелкий и папа, который папа Мелкого. Папа Мелкого был бизнесменом, а я была домохозяйкой. Папа Мелкого проводил очень много времени на работе, а я часто гуляла с Мелким. Однажды мы с Мелким уехали в деревню, к бабушке. Земля ей пухом. И неожиданно вернулись. Решили сделать папе Мелкому небольшой такой сюрприз. Накопали картошечки, петрушечки, укропчика. Хотели сделать голубцы. Вернулись домой, к нам в квартиру. И тут-то я увидела то, что этот засранец бизнесменский изменяет мне с какой-то прошмандом. То есть пока меня не было, пока я была в деревне, эта сволота изменяла мне. И что я могла сделать? Я как порядочная женщина начала его бить веником. Потом скалкой, потом сковородкой. Начало его лупасить и дошло до того, что я случайно его шандарахнула очень сильно. Он посказнулся и выпал в окно. И всё. В тот момент не стало папы Мелкого. Я не знала, что мне делать. Я забилась просто в угол и начала рыдать, как сумасшедшая. Мелкий впал ещё в большую депрессию и просто в один момент решил сбежать из дома. Он захватил с собой кофе и просто убежал. Я пыталась его искать один день, два дня, три дня. А потом у меня было мало времени, чтобы продолжать его поиски. Его батя был бизнесменом. И держал весь город под своей компанией. После его смерти эта компания свалилась мне на плечи. И я должна была сделать всё, чтобы она не обанкротилась. У меня банально не хватало времени, чтобы продолжать поиски своего сына Мелкого. Проходили годы, годы, годы за годами. И я заметила ролик в интернете. Именно ваш ролик. И в этом ролике был мой сын. Мелкий. И вот тогда я узнала то, что он жив. Что он в порядке. И узнала, где его искать. Но если вкратце, я рассказала всё. И вот я вас нашла. Ну это твоя мама, Мелкий. Вот она тебя нашла спустя столько много времени. Ты чё буянишь? Со стола слез! Со стола слез! Я не знаю. То есть вы... Я... 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 Как бы это не входит в мои компетенции. Да, я там Мелкого совсем недавно начал воспитывать. Но как родная мать может променять какую-то компанию отца, которого сама же выкинула в окно? Ну как бы он вам изменил с одной стороны. Ну ладно. То есть вы выбрали в первую очередь карьеру вместо семьи? Вы променяли своего сына на... На карьерную лестницу? И сейчас вы вернулись и думаете, что просто так можете его забрать обратно? Вы думаете... Нет, это так не работает, мадемуазель моя уважаемая. Ну я же мать. Ну офигеть теперь. А я не мать! Я бать! Ну в смысле... Я не бать, я не мать. Я вообще не бать, не мать. И как бы я приемный бать, и мать, и бабушка, и дедушка этого мелкого. Я его воспитываю уже год! Я для него роднее стал, чем вы. Отдайте мне моего сына. Извините, не хотел. Случайно вырвалось. В общем, мы подумаем. Вы здесь посидите, извините, но у нас просто очень много дел. Ну, важнее, чем ваши дела. Как бы моего друга убить хотят. Костю. И вот лежит бандит, которого мы должны прям допросить и вытащить из него какую-то информацию. Мелкий шандарахни бандиты, чтобы он очнулся. А может не стоит? Что не стоит-то? Ты что в меня стреляешь? Пописяка мелкая, кофе больше не дам. Ты в этом, а бандита стреляй. Что не стоит-то? Давай, давай, просыпайся. Иди сюда, иди сюда. Он же хороший человек. А вы откуда знаете, хороший ли человек этот бандит или нет? Я что-то не могу понять. Так, в общем, мадам, мама мелкого, сидите здесь, мы разберемся с этим бандитом и вернемся. Мелкий, тащи его на улицу. Руки за голову, руки в твою, левую руку в трусы, правую руку в носок. Вот, чтобы так и шел до того места, куда мы сейчас тобой, куда мы тебя сейчас приведем. Мелкий, выводи его на улицу. Перчик, ты, если что, храняй эту мадаму, а то она мне, если честно, что-то не очень нравится. Если что, там кофемашинка есть, можете попить кофеочек, там микроволновка есть, можете разогреть себе воздух. А то у меня дома просто жрать нечего. Приятного опитайта. Так, детектив еще до сих пор валяется в отключке. Пошли, тащи за собой этого бандита. Ты, собака, если попробуешь хотя бы направо свое копыто двинуть или налево свое копыто двинуть, пеняй на себя. Мелкий тебе прострелит черепушку в ту же секунду. А ты с ним поаккуратнее, мелкий хорошо владеет рогаткой, лучше, чем пушкой. Я ему дал в предыдущей серии пистолет, он чуть мне голову не прострелил. А, а я еще забыл сказать то, что я сделал рекламу, пока выходила эта серия. Я пошел опять в это, в рекламное агентство Жирафик, опять сейчас заплачу 64 золотые монеты. Они мне сделали рекламу моего ролика, который я выпустил 22 июля на свой день рождения. Голая девушка Майнкрафтера ходит по квартире. 18 плюс и Катюха. Мне кажется, мелкий, это рекламное агентство Жирафик нужно давным-давно к чертовой бабушке закрыть. Это хуже, чем какая-то желтая пресса. Это рекламщица Людмила, вообще чумела, я не могу понять. Какая голая Катюха, ты понимаете то, что если Катя это увидит, то она удалит мой канал. И тогда Костю 100% отпустят. Говно какое-то. Слышь, мелкий, прострели ему левый глаз, пожалуйста. Прям от души так за сандаль. Прям по... Вот, косолапый, с третьего раза попал. Еще раз как подобную фигню скажешь, мелкий тебе правый глаз прострелит. Если вкратце, я на свой день рождения 22 июля на канал выпустил ролик, который называется День рождения, один день глазами Эдисона. И нет, там не было голой Кати, там была просто Катя в трусах. Ну как бы это не голая же, но и в трусах, можно сказать. В общем, вот, надо мной подсказка. Если хочешь посмотреть на Катю в трусах или на голую Катю, тыкай на эту подсказку, переходи и обязательно смотри. Ролик в честь моего дня рождения. А мы с тобой, мелкий, это рекламное агентство Жирафик, завтра подожжем. Небольшой такой пожарчик там устроим, а то они что-то слишком оборзели. Катя это увидит, лучше бы она это не видела. А сейчас нам остается ждать. Я ожидаю неких тут личностей, которые должны мне предоставить маленькие такие поставки. Опа! Здравствуйте! А вот эти личности, мелкие, держи на прицеле эту пописяку. Здравствуй, Вабзин! Здравствуй, Геннадий Петрович! Чё, как? Выписали тебя с больницы? Сколько ты там лежал? Месяца два, а то и три! Он просто перебухал, и поэтому его туда отписали, и он покодировался. Да-да, настойка помогала. Как-то плохо ты закодировался, если настойка тебя вылечила от алкоголизма. Ладно, не моё дело, Геннадий Петрович, вы принесли то, что я просил? Если да, то давайте выбрасывайте, а то времени у нас очень мало. Ага, 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 гроб, ага, лопата, водичка, угу, угу, и стул. Всё готово для нашей весёленькой ночи. Ой, бандит-бандит, мы сегодня с тобой развлечёмся, прям не хочу. Ролевые игры на целую ночь прям гарантированы. Никто с тобой такие шалости не делал, как я сегодня сделаю. Пошли, 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 все за мной, прикрывайте мне спину. Бандиты тоже топай за мной. Там, Белкий, ты его убить хочешь? Подожди, нам ещё информацию из-за него нужно выбить. Где он прячет Костю? Или кто вообще прячет Костю, я не знаю. Все за мной, все за мной, я тебя приведу на то место, где не бывала ни единая душа, ну, до меня, я там был первым. Вот сюда. Подписчики, которые смотрят жизнь ютубера из первой серии, знают, что это за место. Здесь был мой первый дом, даже до сих пор здесь валяется сундук, в котором здесь яйца, мотыги, ножницы, мусор, всякие блоки. Это священное место, на котором мы не были, ну, серии 100 жизней ютуберов, 100%. Спускайся, чубзилетик мой, иди сюда, иди сюда. И все сюда идите, все-все-все-все-все-все-все-все. Да, бабзинь, чё надо? Ага, ой, спасибо, ой, ой, прям, как, как вовремя, как вовремя. Так, ага, ага, бандитушка моя ты дорогая, садись на стул, садись на стульчик, садись, садись. Ой, какой молодец. Мелкий, держи его под прицелом. Так, так, ага, ага, ой, и вот так. Ой, какой молодец. И вот сюда еще. А не спрашивай, что я делаю, не спрашивай. Подходите все сюда, сегодня у нас будет очень веселенькая ночка. Бандит, у меня только один вопрос. Кто твой босс и кто тебя нанял украсть костью? У тебя есть 10 секунд, чтобы расколоться. Я не знаю. У тебя 9 секунд, чтобы расколоться. Я не знаю. У тебя 3 секунды, чтобы расколоться. Я не знаю, хорошо. Угу, а так, хорошо, хорошо. Спасибо, спасибо, Геннадий Петрович, спасибо, спасибо. Ну, все хорошо, 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 тогда у меня вопросов, в принципе, нет. Знаешь ты, не знаешь, хорошо. Последний шанс, знаешь твоего босса? Кто твой босс, скажи мне. Я не знаю. А, ну хорошо. Что, Мелкий, как дела в школе? Нормально? Да? Оценки хорошие? А, какие оценки? Сейчас жилетно, что я куплю. Скажешь? Ой, какой молодец. Давай, давай, давай. Кто твой босс? Кто босс? Быстро, мне имя нужно. Просто имя. Кто твой босс? Я не знаю, пошли в бердак. Слушай, Мелкий, я тебе предлагаю, может, на следующей неделе мы с тобой на шашлычки съездим? Вот, за город. Вот, когда эта вся фигня разрулится? Вот, я предлагаю. Шашлычки? Мамку мы твою, я не знаю, может, сплавим, может, отдадим тебя твоей мамке, я не знаю. Там, там уже решим. Вот. А, скажешь, да? Я честно все скажу. А, ты точно это? Да? А, угу, угу. Имя босса. Просто имя, даже без фамилии. Кто твой босс? Случайно не менеджер? Соситью... Мой средний палец, я не знаю. Ну все. Ты доигрался. Как, мелкий, больше не ссышься в кровати по ночам? Все нормально. А то я, ну, просто, я тоже уже, как бы, заколебал себе постельное велёк каждый день менять. Потом, ну, не, как бы, а что, правда глаза режет? Все нормально? Позрослел? Я все скажу. Да, не, да ты, нет, ты нам ничего не скажешь. Четвертый раз нас не проведешь так. Мелкий, ты думаешь, он скажет? Ну, хорошо, хорошо, не ори, не ори, не ори. Кто? Ядрить-колотить твой босс. Случайно? Не менеджер? Я не знаю ядрить вас в пятку. Я не знаю, отстаньте. Все, больше ничего не скажу. Ладно. План Б. Если ты нам не скажешь так, значит, скажешь нам по-другому. Ой, я даже забыл то, что у меня здесь, подумал, был потайной ход. Ёханый бабай, как же давно я здесь не был. Сейчас мы здесь все обустроим тебе, бандитик. Сейчас все здесь будет круто, круто, крутейшно просто, просто крутейшно. Ага. И вот так. Ну, все, слушай. Сейчас я вылезаю отсюда. Где мой гроб? Гроб. Ну, точнее, не мой, а твой. Так. И вот так. Последний раз тебя спрашиваю. Вот смотри, уже прям расцвело, новый день наступил. Твой босс, случайно, не менеджер? Потому что именно менеджер в этом тоннеле проводил свои там последние дни до того, как сбежал. И походу он мне мстит. Я не знаю, кто такой менеджер. Ой, пописяка пописячный. Встал, прыгнул в яму и лег. Лег. У тебя три секунды до того, как я тебе ломом череп проломлю. Лег прям, прям вот туда лег. Да, вот, вот прям туда. Ну, вот ты и дошел до самого последнего уровня, наш главный бандит. Я буду понемножку закидывать тебя землей. Совсем понемножку до того момента, пока ты не скажешь, кто же твой главный босс. Признавайся, Чупакабра. Я не знаю, как зовут моего босса. Я не знаю его голоса. Мы связывались по смс. Мне платили бабки и все. Я выполнял заказы. Ну, если ты не знаешь, кто твой босс, то, в принципе, можно сказать, ты даже бесполезный. Что происходит с собаке? Бомжара? Да вы очумели, что ли? Бомжар, ты не обращай внимания, у нас здесь просто... Я вас всех в тюрягу посажу. Да, да это просто сценка на утреннику. Мелкий скоро в школу пойдет, скоро 1 сентября. Мы просто здесь сценку репетируем. Вот это, закапываем заживо главного бандита. Это просто сценка. Знаешь, это театральный кружок у нас. Все нормально, Бомжара. Мы просто здесь все репетируем. Вот Баба Зина, Геннадий Петрович, я мелкий и главный бандит. На самом деле, ты мой друг, поэтому я тебе скажу. Бомжара, это та чупакабра, которая похитила Костю. Ну, точнее, эта чупакабра работает на ту чупакабру, которая заставила эту чупакабру похитить Костю. Короче, сложно, не вникайся. Короче, он во всем виноват. И мы его сейчас допрашиваем. Вот я его немножко закапываю. А, ну тогда хорошо, если нужен будет второй гроб, звоните. А что скрывать-то от Бомжара, если Бомжара хороший человек? Все, давай, Бомжар, удачи. Это я еще думал Бомжаре наврать. Бомжар отошарит в этих делах. В общем, бандюганчик ты мой, остался последний блок, и ты отсюда не выберешься. Скажи имя босса. Кто твой босс, и я от тебя отстану. Я не знаю. Я только знаю, что заказчик это не мужик, а баба. Ага, спасибо. То есть, заказчик Кости и заказчик того, чтобы я удалил канал, не мужик, а какая-то баба. Какой бабе нужно вообще то, чтобы я удалил свой канал? Я даже не знаю такую бабу. Ну, разве что, кроме... Мелкий. Яйца в руки. Рогатку в зубы. И побежали ко мне домой! Единственная баба, которая сейчас в городе находится, и которую я не знаю до этого момента, это твоя мать! Вот это, ну я же мать! Побежали! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова